Христианское кладбище, расположенное на объездной Алматинской трассе, ежегодно прирастается сотнями метров. Вместе с числом захороненных растет и число людей, посещающих могилы родных. Как следствие, растут и горы мусора, угрожая вызвать экологическую катастрофу. Ольга Ли уже 8 лет почти ежедневно посещает могилу своего сына. И заметила, вместе с кладбищем рядом с захоронениями растет и мусорная свалка. А за последнее время, ну это наверное около месяца, я уже стала ездить как бы пореже, это раз в неделю. Спускаясь не по своей карте, а ниже я увидела, что в общем-то в районе забора создали огромную свалку. И вот спустя две недели, когда я приехала еще раз, стояла зловония, ужасная зловония, которая там наверху, где похоронен сын, в общем-то невозможно было дышать. И подъехав к тем людям, которые обслуживают кладбище, вернее даже не обслуживают, а не как больше похоронное бюро. Стала расспрашивать, от чего оно все. Ну и пояснили, что да, свалка действительно есть здесь. И то, что здесь она находится, вроде люди даже и знают. Из обслуживающего персонала, из числа тех, кто постоянно находится на кладбище, сегодня только работники ТО «Ритуал». Как говорят смотрители, мусорная гора растет уже третий год, после того, как стали меняться компании, выигравшей тендер на благоустройство кладбища. Они должны вывозить мусор, завозить воду, ну порядок содержать в этом, на кладбище, да, благоустройство. Вот пока не позвоните, воду не привозят, понимаете. Мы в свое время привозили воду так. Вторник, четверг, воскресенье. Одна из причин сложившейся ситуации – отсутствие компании, отвечающей за благоустройство кладбища. Результаты предыдущего тендера, проведенного весной, были отменены, и сейчас проходит новый конкурс. Все еще наладится, заверяют сотрудники городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. И, возможно, первые изменения горожане увидят уже в начале августа. К этому времени будет определен победитель тендера на благоустройство кладбищ. То христианское кладбище, где микроорганизм Казгурт, тоже так же при определении подрядчика, все ветки, мусор, который там сейчас разогревается, он будет убран той организацией, которая будет убрана победителем конкурса. Складываться мусор не должен, и там и не будет, естественно, он сейчас не будет. Даже мы сейчас частично произведем уборку. Но пока проблема решается, посетителям кладбища по-прежнему приходится запасаться ведрами и баклажками с водой, чтобы полить цветы на могилах, и с горечью наблюдать, как растут мусорные горы на территории кладбища. Даня Архудайбергенов, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.